топовый гардероб подписывайся на телеграм-канал салон красоты ссылка в закрепе испокон веков к женской груди было приковано внимание мужской половины человечества сейчас когда пластическая хирургия становится все более доступной и распространенной у женщин и девушек есть все возможности улучшить свой внешний вид с помощью пластики груди особенно актуальной мамопластика становится после родов когда в силу естественных причин женская грудь теряет изначально привлекательные формы основными жалобами с которыми обращаются ко мне для проведения пластики груди после родов являются изменения формы молочных желез птоз опущения молочных желез появление растяжек на груди вследствие неспособности кожи оперативно адаптироваться к изменившимся размерам молочных желез асимметрия груди также довольно часто к пластическому хирургу женщины обращаются за коррекцией области орел и сосков поскольку после грудного вскармливания сосково-альвеолярный комплекс может менять свою форму и пигментацию многие женщины тем не менее даже при широкой информированности о современных технологиях и методиках пластической хирургии после родов на мамопластику не решаются или напротив предъявляют к ней завышенные требования и ожидания поэтому необходимо уточнить главные моменты которые нужно знать женщине перед принятием решения о мамопластике пластический реконструктивный эстетический хирург действительный член российского общества пластических реконструктивных эстетических хирургов вагна зизян фото материалы пресс-служб 1 в большинстве случаев мамопластика не является препятствием для грудного вскармливания после последующих родов но в этом случае груди возможно потребуется коррекция любые операции на молочной железе можно проводить не ранее чем через шесть месяцев после окончания грудного вскармливания 2 перед операцией необходимо пройти тщательное обследование чтобы исключить возможные риски связанные с состоянием здоровья и снизить риски каких-либо проблем в послеоперационном периоде также стоит отметить что операции лучше проводить уже после полной стабилизации веса который в период беременности и вскармливания может колебаться 3 в зависимости от исходной формы груди и характера операции будут отличаться и нюансы ее проведения эндопротизирование заключается в установке силиконовых имплантатов в область молочных желез при необходимости выполняется мастопексия которая заключается в перемещении молочной железы в эстетически более выгодное положение с удалением избытков тканей в арсенале пластической хирургии также имеется методика липофилинга груди и заключается в заимствовании пересадки жировой ткани из других областей тела топовый гардероб подписывайся на телеграм канал салон красоты ссылка в закрепе